КОРМИТЕЛЬ А вот сама Юля таким образом решила помочь бездомным птицам. Она заказала для них 18 кормушек, сделанных из самых ненужных материалов. А чтобы домики у пернатых были интересными и уютными, каждая из них Юля разрисовала. В ее коллекции уже есть дом с привидениями, китайский храм, композиция «Щедрый поросенок» и многие другие. Я решила эти все кормушки подарить своим друзьям, семейным, у которых есть дети, чтобы это была такая традиция зимой кормить птиц. Такое онлайн вещание для кошек может быть, когда кошка не может повредить птицу, но будет смотреть и наблюдать. Однако такие подарки будут не только радовать глаз, но и информировать. На каждую кормушку Юля решила наклеить памятку, чтобы от незнания люди не причиняли птицам вреда. Первое заблуждение, что птицы с удовольствием едят хлеб, но зимой этого точно делать нельзя, потому что маленькие крошечки кристаллизуются на морозе и могут поранить птицу изнутри. Также семечки, по словам Юли, должны быть только сырыми. Жареное птицам не рекомендуется. Однако об этих особенностях тюменцы оказались не в курсе. Да и вообще, птиц горожане кормят неохотно. Ну, зернышками, крошки, хлеб. Что, остается дома, то и не выносишь? Нет, я птичек не кормлю, у меня просто нет на это времени. А на ваш взгляд, чем их нужно кормить? Вот кроме семечек и хлеба? Пшено. А вот салом еще некоторые кормят, знаете? Нет, мне кажется, это уже извращение. И вовсе нет. Сало – одно из любимых и полезных лакомств синичек. А вообще, птицы умны и неприхотливы. Оказывается, кормить их можно чем угодно, главное в меру. И хлеб зимой для них не станет губительным, иммунная система не позволит. Гляжу там, вон, тыква лежит старая, видимо, вот, лежала с осенью, начала гнить. Ее вытащили, все, они и тыкву клюют. Так что… То есть, каких-то особых рекомендаций нет? Да, особых нет. Но если вы уж такая жалостливая, если вы хотите им там такое добро делать, покупайте в магазине кормовые смеси. Однако, памятку с птичьими предпочтениями на кормушках Юля все равно решила сделать. Ведь заботу о братьях меньших еще никто не отменял. Светлана Козловская, Сергей Мякишев, Сибинформбюро. Продолжение следует...